Сильные снегопады не помешали показать хорошие результаты на лыжном комплексе Перекоп. Прошли соревнования за Кубок России по лыжным гонкам. В Киевской области соревнования такого уровня проводятся впервые. В гонках приняли участие призеры Олимпийских игр и даже мировых чемпионатов. Наша съемочная группа побывала на закрытии третьего этапа состязаний. Все подробности в материале. Андрей Феллер, мастер спорта международного класса по лыжным гонкам. В субботнем забеге стартовал первым не случайно. По правилам гонок-преследования номер спортсмена на старте зависит от результатов предыдущих гонок. На дистанции 15 километров Андрей пришел первым. Но и этим результатом он не совсем доволен. Из-за погоды показал не лучшее время. Сильный снегопад на такой трассе создает много проблем для спортсменов. Скорость падает, снега много, скольжение не такое хорошее, как могло бы быть по жесткой трассе. Поэтому, конечно, на время влияет. Трасса сделана очень здорово, очень жестко. Организаторы постарались, молодцы, чтобы не было мягко. Очень классно все выглядит. В гонках участвовали и призеры Олимпийских игр. Александр Панжинский и Дмитрий Япаров представляли Россию в Ванкувере и Сочи. Правда, на этом этапе призовых мест они не заняли. Как отметили спортсмены, Кировская трасса – одна из самых сложных в России. Помимо гонки-преследования, за три соревновательных дня лыжники пробежали и спринты, и индивидуальные гонки. На закрытии третьего этапа Кубка России победителям вручили медали. Лыжные гонки – один из популярных зимних видов спорта в регионе, имеющий богатую историю и славные традиции. На трассе лыжной биатлонинкомплекса «Перекоп» тренировались, выступали и шли к мировому успеху такие спортсмены, как четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов, первый советский олимпийский чемпион по биатлону Владимир Меланьин, знаменитые лыжники Юрий Скобов, Елена Вяльбе. От души поздравляю победителей и призеров с завершением данного этапа. Пусть упорство, трудолюбие и сила воли вас никогда не покидают и уводят на новый спортивный уровень. Всего на третьем этапе гонок приняли участие больше 200 спортсменов из 28 регионов. Предыдущий проходил в Красноярске, а финал Кубка состоится 27 февраля в Сыктывкаре. Победители соревнований войдут в состав сборной России и представят страну на мировом уровне.